Слава нашему Господу, дорогая Церковь! Действительно, преклоняться пред Тобою и не взирать назад. Быть под таким влиянием нашего Господа, что быть уверенным, куда Он нас ведет, мы идем за Ним, назад не смотрим, по сторонам не смотрим, мы уверены в своем Господе, куда Он нас ведет. Хотел бы предложить вам два местописания. И первое, это Луки, 4 глава, с 24 стиха. Луки 4, 24. «И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве, но поистине говорю вам». И дальше он приводит пример, и я об этом чуть позже поговорю. Хотел бы остановиться на вот этом одном. Никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Мы можем слышать много о чудесах, знамениях, которые происходят где-то в каких-то церквях, в третьих странах, как мы говорим, в Африке, в Индии. Люди как-то исцеляются, каются, приходят к Богу. Мы думаем, почему это не происходит у нас здесь, в нашей церкви, в Америке? Потому что у нас надежды, наверное, но мы помолимся за исцеление, если Бог не исцелит, ну тогда назначим appointment. А в третьей стране как? Если Бог не исцелит, я умру. Нету больницы, нету доктора, я умираю, мне нужен только Господь. Нет взирать назад, уповать только на Господа. Поэтому люди получают по своей вере. Когда наша молодежь сейчас, она находится в Мексике, мы молимся за нее. И мы слышим много свидетельств, как изгоняются бесы, как исцеляются люди, как люди получают крещение, как Бог действует через нашу молодежь. Они приезжают, они свидетельствуют об этом, они говорят об этом, показывают фотографии, но в своем Отечестве не принимаются. Почему-то мы как-то не принимаем пророков своих, своего Отечества. Придет кто-то со стороны, какой-то евангелист, проповедник, мы его слушаем, интересно, брат, сказал. Иисус говорит, вот истину вам хочу сказать. Это правда так, истину говорю вам. Никакой пророк не принимается в своем Отечестве. За эти слова хотели его убить. Но он предложил им две истории в подтверждение своей истины. 25 стих. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, во дне Илии, когда заключено было небо на три года и шесть месяцев, так что сделалось большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Он им предложил один пример. Говорит, у вас что, во время голода вдов не было? Вы ждете Израиля? У вас Отец Небесный? У вас Бог есть? Ну почему ни к одному из ваших вдов не пошел пророк, а пошел к вдове в Сарепту, где-то не в Израиле? Почему? Вы что, меньше нуждаетесь? Или вы во всем уже имеете достаток? Почему он не пришел к вам? И немного остановиться здесь, взять самого Илья, пророка, по слову которого было закрыто небо и не было дождя, по его слову. И он сам был в этом голоде, сам нуждался, сам это все проходил. Потом Бог говорит, я тебя прокормлю. Ну или думает, у царя уже есть свои там пророки, которых они кормят. У нас здесь голод, куда же я пойду? Наверное, к какому-то богатому человеку. Как пророк Божий смотрит, по моему же слову, это все совершилось. А Бог говорит, я тебя к вдове приведу. Ну вот, наверное, вдова, богатая, с имуществом. Но если Бог посылает пророка, чтобы он на весь три года сохранил жизнь мою, приводит его к вдове, а та говорит, а у меня ничего нет, у меня вот сейчас я слеплю, мы со сыном съедим и завтра умрем. И пророк может сказать, Господи, куда ты меня послал? Ты мне сказал, будешь кормить три с половиной года. Я пришел к вдове, у которой сама сейчас умрет, и буду я у нее еще на похоронах. А Бог говорит, я ее поставил для того, чтобы она прокормила тебя. И пророк ей говорит, ты сразу сделай мне, я съем, а потом у тебя, потом уже с сыном. Ну и вдова думает, ну что я, вдова, бедная, несчастная, это пророк Божий. Я хотел бы посвятить ему все последнее свое отдать. Как сегодня брат говорил, мы от достатка своего даем другим. А здесь пришел пророк с другой стороны. Но женщина имеет это открытое сердце, говорит, отдам последнее. Мы умрем. Но я отдам этому пророку. Он нужнее для Господа. Он нужнее для царства. Он много делает в Израиле. Отдам ему. И по этой великой вере этой вдовы масло не останавливается. И у них есть достаток. И есть во всем достаток. Человек веру имеет. Она бы сказала ему, дорогой пророк, ты очень уважаемый, ты очень хороший. Но посмотри, реально, у меня нет ничего тебе дать. Мы сами съедим, сами хотим. Последнее не могу тебе отдать. Второй пример, на котором я хотел бы больше остановиться, это 27 стих. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея и в следующем пророке. И ни один из них не очистился, кроме Неймана, Неймана сириянина. Он им поставил два примера. Вдова, которая нуждается, и человек, который нуждается в исцелении. Весь в проказе. Говорят, что у вас в Израиле не было прокаженных, не было таких вот нуждающихся. Почему-то Елисей исцелил одного Неймана сириянина, который враждовал с Израилем. Нейман, которого царь израильский боялся. Говорит, вот сирийский царь ищет повода воевать со мною. Зачем он посылает? Зачем это все делает? А Бог исцеляет этого человека. Услышав это, в синагоге исполнись ярость. И вставши, выгнали его вон из города, повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он пошел, прошел посреди них и удалился. Вот здесь же самого пророка, Сына Божьего, Иисуса Христа, который говорит, истину, истину говорю вам, хочу что-то открыть вам. Они хотят его убить, они хотят его скинуть. Да не нужен нам такой пророк. Он этими самыми словами, он показывает вам то, что я вам говорил в 4 стих, никакой пророк не принимается в своем отечестве. И сами же, здесь же, в этой же синагоге люди и показали это наглядным примером. Итак, моя тема сегодня это влияние. Под каким влиянием находится человек? Что сегодня влияет на меня? Кем я сегодня контролируюсь? Мы сегодня пели псалом вместе, все вместе мы пели общим пением. Преклоняюсь пред тобой и не обернусь назад. Находимся мы под влиянием Бога? Или у нас есть влияние этого мира, как сегодня утром мы слышали? Или у нас есть свои собственные желания, которые не являются ни истинною, даже не всегда правдой являются? Наша похоть, которая нам что-то хочется, может даже не греховная, просто житейская, но она сильнее хочется земного, чем Божьего, духовного. Под чьим влиянием мы находимся? И вначале в бытие мы читаем, что Бог предупреждает первого убийцу, Каина говорит, Каин, у порога сердца лежит грех. Есть желание, есть какой-то у тебя недостаток, есть у тебя что-то нехорошее внутри, но ты господствуй над ним. Не дай ему господствовать над тобою, не дай ему стать под его влияние, ты влияй на него. Итак, где мы отказываемся господствовать, там мы теряем и имеем свое поражение. Итак, 4 царств, 5 глава. Это история исцеления Неймана. Это о том, где я хотел бы чуть больше остановиться и поговорить об этих людях. Еще как брат сегодня сказал, что Бог дает слово и мы слушающим принимаем его. Я хотел бы, чтобы мы не играли в игру, знаете, как в детских лагерях играют, завязывают глаза и друг друга по ложкой кормят. Я хочу, чтобы мы открыли наши Библии, мы посмотрели, что мы кушаем, что мы просматриваем, вникали в слово Божье, не были только питаемые от слова по временам, а сами вникали. Давайте мы откроем свои Библии. 4 глава, 5 глава, с 1 стиха. Ну, здесь большая глава, 27 стихов, я не буду их читать, я думаю, вы знаете эту историю. Просто хотел бы напомнить некоторые места. Так, с 1 стиха, Нейман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него Господь дал победу сирианам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядом и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказы его. На свое место. Здесь мы видим две личности. Ну, есть еще жена Неймана, но хотел бы поговорить больше, о Неймане и о маленькой девочке. Она говорит, она видит проблему в этом человеке, в ее хозяина. Девочка, которой даже имени нет. Но у нее есть знание и понимание, у нее есть вера в живого Бога. Она говорит, о, если бы мой господин, это господин, который у тебя забрал от родителей, тот, который лишил тебя и забрал тебя от твоего народа, это тот господин, который лишил тебя детства, он привел тебя в свое, говорит, работай на меня, будешь моей служанкой, рабыней. И здесь, в таком положении рабства, она говорит, о, если бы мой господин пошел, Бог бы исцелил его от его проказ. Хочу, чтобы мы стали на место этой девочки. Чуть-чуть что-то у нас пропадает в жизни, чуть-чуть что-то нас Бог лишает, освобождает какой-то пустоты, и мы уже начинаем роптать. А почему это со мной случается? Что-то, что-то неправильно происходит. Здесь у нее забрали все, нету родителей, работай. Она желает добра своему господину, добра своему господину, исцеления. И исцеление значит долгой жизни. Она могла бы сказать, Господь наказал моего господина проказу, и умрет он скоро за то, что он меня вот сколько зла притянил. Это другое сердце. Это сердце, которое находится под влиянием Божьим, под влиянием от Господа. Она желает добра врагам своим и говорит, ой, если бы он пришел к пророку, если бы он пришел к Господу, Господь бы очистил его, дал бы ему жизнь, здоровье. Здесь мы видим Неймана, военачальник. Господь использовал этого военачальника сирийского, давал ему много побед. Бог работал с этим человеком. Он разрешал ему что-то делать, повелевал ему даже что-то делать. Господь давал победы его руками. И он приходит, дальше, эта девочка сказала ему, Нейман приходит к царю своему, к царю сирийскому, и передали это господину своему, и говоря, так и так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский, Нейману, пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежды. Давайте мы посмотрим еще раз на эту девочку. Ее влияние не только было на ем госпожу, на господина, на царя сирийского. Пришел военачальник и говорит, вот маленькая девочка, которую мы взяли в плен, она у меня служит, сказала, что если я пойду туда, меня Бог исцелит через пророка. Пойди, я письмо дам. Царь, ты веришь девочке, которая пришла в плен? Тем более, она говорит о каких-то чудесах, о каком-то исцелении, о том, что невозможно. Какое влияние слова этой девочки на царя сирийского? И что делает Нейман? Конечно же, он использует эту возможность, идет в Израиль и приходит к царю израильскому. 6 стих и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом этим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь израильский прочитал письмо, разодрал одежды свои, сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Совсем другое влияние у человека. Совсем другие отношения с Богом. Это вообще не знание Бога. Царь сирийский поверил в слово девочки, написал письмо и послал для исцеления своего слугу. А царь израильский, помазанник, сидит и рвет на себе одежды. Как это? Он враждует против меня. Что-то происходит, нету в человека веры, у него другое влияние в жизни. Не то, что влияние девочки. Влияние от Бога, от Божьей силы, которая проходит через нее, влияет на царя, на военачальника, на госпожу, на окружение ее, на благо людям, окружающим ее. Что происходит с царем израильским? Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих, на колесницах своих, и остановились у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, а можете семь раз в Иордании обновиться тело твое, у тебя и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу мою. Разве Ована и фарфар реки Дамаске не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» и оборотился и удалился в гневе. «И подошли рабы его и говорят ему и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ты, а тем более, что он сказал тебе только омойся и будешь чист». Здесь мы видим Елисея, его слугу Геезя и рабов. У Неймана он пришел с этими письмами и его слова, смотрите, слова царя иудейского, они запали в слова в уши Неймана. Он говорит, «Я думаю, он выйдет, очистит, снимет». Потому что человек научился, услышал что-то от человека, который не имел этой веры. Он услышал это слово от этого человека и уже думает от его мышления. Вот так Бог будет действовать, вот так Бог будет пророк сделать. Выйдет, положит руку, снимет. Что-то по-другому происходит. И это ему не нравится. Он противится, говорит, «Вот я приехал вот в Сирию, мои реки-то лучше, чище, и сколько раз я там купался, ничего не работает, это неправильно. Тем более здесь какая-то мутная река Иордан, бурная, сколько грязи несет, я еще умру здесь от всякой заразы, не буду я это делать». И здесь вступаются его рабы, с которыми он пришел, которые несли все эти богатства вместе с ним. Говорит, «Отец наш, господин, но если бы он тебе сказал, пойди, захвати город, и я тебе дам исцеление, ты бы это сделал». Ну, сделал. А он тебе, говорит, просто окунись в речку в семь раз. Тяжело что ли? Сложно? Так это проще прочего. Ты сейчас все равно пришел с дороги в пыли, окунись семь раз и будешь чист. Прямо размогло слово слуг военачальника Неймана. И он пошел и сделал так. И пошел он и окунулся в 14 стих в Иордане семь раз по слову человека Божия и обновилось тело его, как тело малого ребенка и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождающие его пришел и встал перед ним и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, «Жив Господь, пред лицом которого я стою, под влиянием которого я стою, перед лицом которого я хожу, говорит пророк, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесу два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа». И будет молиться на этой земле. Но интересную вещь он сказал Нейман к пророку. «Вот пусть один грех мне Бог простит. Я согласен, что есть Бог в Израиле. Я согласен все это делать. Я земли наберу, другим богам поклоняться не буду. На этой земле буду молиться вашему Богу». 18 стих. «Да простит Господь, работаю его в случае этом». Каком? Когда царь мой сирийский придет в дом Рамона и нагнет меня так, вместе с ним поклониться Рамон, оперется на меня, ну пусть простит мне Бог этот грех. Но это нечаянно, я этого не хочу. Но кто-то, под чьё-то влияние нагнет меня для поклонения. Кто-то заставит меня это сделать. Прости уж мне этот грех? Влияние. Под чьим влиянием я нахожусь? Кто сегодня нагинает меня для поклонения? Кому я поклоняюсь? Являюсь ли я этой девочкой под влиянием Бога Всемогущего, которая имеет влияние на царей и на пророков, на всех? Потому что это Господь, Он выше всех. Или я как царь сирийский, который поверил и посылает, или я как израильский царь, еще хуже, имея позицию, положение, будучи царем, по сравнению с этой девочкой в плену, Он царь, а влияние не Божье. Он не знает, пришла проблема в его жизнь, Он рвет на себе все, рвет одежды, рвет все в своей жизни. Расстройство, влияние не то в человека, не тем он наполнен. Здесь мы видим еще одного человека, это слуга, слуга Геезия. Человек, который имеет слово от пророка, от Господа, он передает слова Господни людям. Он здесь стоит и слушает, видит чудеса Божьи, слово проповедует, передает слово, видит знамения вот эти, чудеса и исцеления, а внутри другое, он ему предлагает деньги, он ему предлагает вот сколько много предлагает, и он стоит и переживает, почему же ты отказываешься, пророк, ну давай хоть чуть-чуть, ну, что-то в душе делается в этого человека. 20 стих, Геезия, и сказал Геезия, слуга Елисея, человека Божия, вот, господин мой отказался взять от руки неимана этого сирианина, то, что он приносил. Жив Господь, человек думает, что он находится под влиянием Бога, имеет от него слово, передает, вернее, он не имеет его лично, он передает чужие слова, от пророка, и через это получается исцеление, Бог действует через этого человека, через эти слова, и он говорит, Жив Господь, он верит в живого Бога, и говорит, побегу за ним, возьму у него что-нибудь, что-нибудь бы взять для себя. Человек, ты проводишь много времени с пророком, ты видишь Божьи действия, ты видишь исцеление, ты видишь все, зная живого Бога, не быть под его влиянием. Настолько это страшно. Когда физически ты с пророком, а в душе ты под влиянием Мамоны, возьму что-нибудь, и погнался Геезий за Нейманом, вот бежит, на дело Божье бежал бы тогда, первым, как Павел говорит, бежать, чтобы первым прибежать. Догнать колесницу царя, сирийского, этого военачальника, довольно-таки сложно. Он догоняет. Вот он говорит, с миром ли ты пришел, что ты хочешь, что же произошло, расскажи мне, откуда ты Геезий, спрашивает его потом пророк, когда он возвращается, где-то ты ходишь, где-то ты пропадаешь, где-то ты не всегда находишься со мною, что-то тебя уводит, что-то тебя гоняет, бегаешь ты где-то, где ты Геезий, под чьим влиянием ты сегодня? А он привлекает к Нейману и рассказывает ему сказки, уже нет слова от Господа. Вот к нам пришли сыны пророческие, дай мне две переменные одежды, дай мне талант серебра, дай мне то, дай мне то. А Нейману не жалко, он получил исцеление, он земли набрал себе, вот что стало с ценой для этого человека, он встретился с Господом, говорит, живой Господь в Израиле, не так, как во всем мире, земли набрал себе человек, вот его была ценность, поклонение Господу. А человек с пророком все время, а ценность материальным. Он говорит, я тебе дам два таланта, и тебе даже слуг дам, которые тебе помогут нести это все, возьми, пожалуйста, два таланта, говорит ему, и упрашивал его, и завязал он два таланта серебра в два мешка, и две переменные одежды, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Что-то интересное происходит дальше, очень довольного Геезия, наконец-то не буду больше служить пророку, наконец-то у меня свои слуги будут, как вот этого военачальника, будут мне носить, будут у меня богатства, куплю себе сады, куплю себе служанок, рабов, буду господствовать, буду жить, буду наслаждаться. Два таланта серебра, это много денег. И он потом останавливает слуг, забирает эти вещи, прячет у себя дома, прибегает к пророку Елисею, делает вид, что он ничего не делал, я бы всегда был здесь, у меня все правильно, я на своем месте, я твой слуга, я послушный тебе, я всегда с тобой. Он говорит, откуда ты, Геезий? 25 стих. И он сказал, никуда не ходил раб твой, опять обманут. И сказал он, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился на встречу тебе человек, тот с колесницей своей? И здесь он рассказывает ему мысли, которые были в голове Геезии, когда перед ним несли эти все вещи. Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья и виноградники и мелкий скот, крупный скот, рабов, рабынь? Время ли? Геезий, время ли? Ты находишься сегодня в служении, Бог тебя использует, пусть же ты всегда будешь под его влиянием. И пророк говорит, не было бы ли мое сердце расположено к тебе, когда все это предлагалось? Было. Почему ты идешь обманным путем? Потому что влияние другого на тебе. Ты не все до конца послушен мне. И здесь он 27 стих. Страшный стих. Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе, и не только к тебе, и к потомству твоему, и не просто на год или три дня, на век. И вышел он оттуда белый кат проказы, как снег. Я знаю, что эта история вам довольно-таки знакомая, но если посмотреть на нее со стороны влияния, по чем ты влиянием? Что принесет тебе в конце? Принесет ли это тебе исцеление? Принесет ли это радость, познание Бога, поклонение? Или что принесет тебе? Проказу? Человека, которого ты исцелил, придет на тебя. Под чем влиянием нахожусь сегодня я? Когда Бог дал мне это слово, Он сказал мне одно, такое слово, которое потрясло меня. Он сказал, «Слуги мои, через которых я говорю, ищут своего, они мою волю исполняют, поэтому проказа Неймана будет на них». Я испугался. Говорю, «Господь, так хочу быть под твоим влиянием и искать тебя всеми своими силами, не бегать за богатством, не бегать за влиянием другим, не поклоняться с другими людьми, когда мне нагинают, а искать Господа, быть под его влиянием, чтобы не было этой проказы не только на мне, на жене моей, на детях моих, на внуках, правнуках, вовек». Я думаю, нет, это является самым страшным, что отец может оставить в наследство своим детям, когда он был не под влиянием своего Господа. Можно иметь видимость, можно быть слугою пророка, делать дела, говорить слово, а сердце, внутри, чего оно жаждет? Власти, силы, богатства? Или просто служить Господу всем своим сердцем, быть под его влиянием, исполнять его волю? Пусть Господь благословит нас, нам проверять себя и оставить своим детям хорошее наследство. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok